В Саратовской области выясняют обстоятельства взрыва в кафе, в результате которого погиб один человек и еще более 20 пострадали. Следователи допрашивают сотрудников заведения и собирают улики. Евгений Лямин внимательно изучил кадры с места ЧП. Произвосла утечка газа из этого баллона. Что спровоцировал взрыв, неизвестно. Сразу оплавился потолок натяжной. Вот последствия натяжного потолка, который оплавился и на людей стал капать, накрыл их сверху. Потому и столько пострадавших от этого обжигающего дождя укрыться где-либо в помещении было невозможно. Он накрывал до самого выхода. С улицы это металлический ангар. Так выглядело одно из популярных кафе «Арндеву» в поселке Лысые горы. Корпоративы, семейные торжества вот и накануне там справляли юбилей. Отмечали 60-летие, когда на кухне раздался взрыв. Александр Горохов спасатель, но был не на службе в числе гостей. Во время пожара помогал людям выбираться на улицу. А потом получается взрыв. Да, хлопок маленький сначала. Хлопок был, пошел вот этот вот белый какой-то газ. А потом пошел огонь. Пополз на пол. По полу, по полу, выгодил на пол. Ну я вот вижу, что у него спина вся прям аж горела. Мы ее давай быстрее. Была очень сильная взрывная волна пострадавших. Очень много порядка. Порядка 40 человек пострадало. Тяжелых много. Супруга Александра Горохова Анна – племянница юбиляра. Именинник тоже помогал выводить людей. До последнего пострадал больше других. Получил ожоги почти 90% тела. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось. В кафе в момент взрыва находилось 40 человек. 35 гостей и пятеро сотрудников заведения. С ожогами госпитализированы 14 человек. Среди них двое детей. Четырех и шести лет. Кареты скорой помощи в поселок Лысые Горы мчались. В том числе и из соседних районов. Машин не хватало. Саратов примерно в 75 километрах. Оттуда прилетел вертолет. Трех пострадавших оставили в районной больнице Лысых Гор. Остальных доставили в Саратовский ожоговый центр. После происшествия к нам поступило 11 человек. Они были доставлены всеми возможными средствами. Это и медицинный катастроф, это санавиация. Все привлеченные силы доставили этих 11 человек. Из этих 11 человек 4 это, будем говорить, состояние средне-тяжелое. И остальные 7 человек это больные в состоянии средней степени тяжести. Вырванная спасателями притушения с окна решетка и нетронутый огнетушитель. Всюду ошметки оплавившегося натяжного потолка. Что привело к трагедии и как здесь соблюдались меры пожарной безопасности. Проводились ли проверки. Теперь все это выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.